О, лайф, выполняется подготовка появилась. Прикольно. Всем привет. Привет. Всем привет. Меня зовут Ольга Хаустова. И в этом году я депутин национальный президент GCI России. После долгого перерыва мы возобновляем серию интервью с самыми ведущимися представителями нашей организации GCI. И сегодня в гостях у чашки кофе президент GCI России 2019, директор первой евроазиатской бизнес-конференции 2020 и советник Европейского совета по развитию 2021, предприниматель, человек, вдохновавший новую жизнь в нашу организацию и сделавший очень много для ее развития и узнаваемости в мире за последние несколько лет Григорий Горчаков. Добрый вечер, Гриша. Как твои дела? Привет. Спасибо, что пригласила. Все шикарно, отлично. В Москве очень хорошая погода сегодня. Теплая. Уже чувствуется лето. Прекрасно. Ну, а в Петербурге сегодня дожди, крайне как в песне и град. Ну, тоже было полдня очень хорошо, но сейчас там какой-то апокалипсис, молнии сверкает. Вот. Сегодня мы решили сделать специальный выпуск на русском языке, потому что в GCI России появилось очень много новых членов и много потенциальных людей, кто хотели бы вступить в нашу палату, в нашу организацию. Давай, Григорий, начнем с того, что расскажем, что такое вообще GCI. GCI России, Российская молодежная палата, это сообщество молодых лидеров, предпринимателей, как я называю, с активной жизненной позицией. Можно назвать так, что это сообщество людей, которым не все равно и которые хотят привнести в свой мир, мир вокруг себя, что-то позитивное, чуточку его улучшить. Это может быть свой дом, свой двор, свой город, страна или весь мир. Вот как-то так вкратце я бы написал. Ну, плюс, естественно, мы являем сообществом российских молодых лидеров-предпринимателей, и плюс мы представляем Россию в Международной молодежной палате GCI, Junior Chamber International, и даем возможность нашим молодым лидерам-предпринимателям, собственно, общаться с международными коллегами, с участниками из больше 120 стран, которые также, как и Россия, состоят в Международной большой молодежной палате. Спасибо. Вот основная цель проекта «Чашка кофе» с выдающимся лидером GCI – это вдохновить зрителей, членов GCI и потенциальных членов историями пути к успеху в организации и ее выдающихся лидеров. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в GCI, и как твоя развивалась карьера в GCI? Как многие попадают в организацию, попал абсолютно случайно. Меня пригласили мои друзья, если быть точным, это был Юрий Веселов и Никита Тидон. Они возглавляли, на тот момент Юрий возглавлял организацию, Никита до этого возглавлял организацию. Они рассказали мне о ней, пригласили, и меня так увлекло, что уже сколько... В последние все мои создатели года жизни я состою в организации, работаю над тем, чтобы она развивалась, сам приглашаю уже своих друзей, знакомых. Это один из наиболее частых вариантов, когда люди попадают в организацию – это через друзей, либо через людей, которые советуют им. Да, именно так. Я так же пришла фактически. А вообще, откуда у тебя появилась такая тяга к общественной деятельности? Слышала я, что в студенческие годы ты возглавлял различные студенческие советы. Ну да, общественная деятельность мне была интересна со времен студенчества. Я был зам председателя студенческого совета в своем университете, я закончил на Туни-Баумана. Я возглавлял молодежный совет района Измайлова, в котором проживал, пока учился. Ну, в целом, стоял в молодежном совете восточного округа. В целом, общественная деятельность мне интересна, всегда была близка. И, может быть, вот в GCI, в Российской молодежной палате, я нашел некое продолжение своей активности, которая была у меня в студенческие годы. А давай для новых членов немножечко расскажем, может быть, о структуре GCI вообще, для общего понимания и развития. Ну, у нас, наша организация очень интересная структура, на самом деле, уникальная. И поначалу, когда с ней сталкиваешься, она может казаться немножко постранной, но потом, когда ты уже долгое время стоишь в организации, понимаешь, что, наверное, она очень верна и позволяет большому количеству лидеров руководить в организации, стоять в организации. Структура в Российской молодежной палате и так же, как в Международной молодежной палате, такова, что на выборные должности руководитель организации называется президент, есть вице-президенты, это его заместители, есть директора. И вот основная фишка нашей организации, что на одной позиции один человек может находиться только один год. То есть президент каждый год, организация меняется, как в Российской молодежной палате, так и во всех палатах. Я сейчас напомню, что их около 120, которые стоят в международной организации, и в самой международной организации также президент, вице-президент и все остальные выборные должности. каждый год меняется, и это дает возможность большому количеству участников, молодых лидеров, собственно, свои лидерские навыки проявить в качестве руководителя организации, либо на той или иной позиции. Ну и члены организации могут быть участники от 18 до 40 лет. Ага, а что с ними случается, когда они достигают 40-летнего возраста? Есть ли какой-то шанс остаться в организации? Нет, участники после 40 могут продолжать участвовать в мероприятиях организации, они просто не могут занимать выборные должности, не могут возглавить организацию 41 год. Люди, которые внесли большой вклад в организацию, выдающуюся, они могут стать сенаторами, это почетный статус. Мне его совсем недавно присвоили, я тоже стал сенатором, и после 40 лет я могу полноправно, полноценно принимать участие в мероприятиях. Для сенаторов есть отдельная программа всегда, отдельные мероприятия, то есть такой, один из вариантов продолжить свое активное участие в организации. А сейчас ты являешься советником Европейского совета по развитию. Что это вообще за совет такой, и чем он занимается, и чем занимаешься конкретно ты там? Ну да, надо понимать, что в целом эта должность моя, она в международной организации, что надо разделять, есть Российская молодежная палата, Джессия Раша, есть Международная молодежная палата, частью которой является российская, и должность, про которую ты сказал, это в международной организации, есть Европейский совет по развитию, куда входят семь человек. В целом их задача помогать европейским странам, европейским организациям достигать свои цели, двигаться к росту, реализовывать проекты, которые они сами на себя берут. Ну, в целом, помогать странам в тех сложных ситуациях, если у них они такие появляются. Конкретно мое портфолио, чем именно я занимаюсь в Европейском совете, я помогаю новым странам, новым локальным организациям. Локальная организация, это, допустим, может быть, организация, которая открывается в новом городе, национальная организация, это новая страна, есть еще в Европе страны, которые пока не представлены GCI, я помогаю им, есть страны, среди стран СНГ, тех стран, которые еще не стоят в GCI, и также новым локальным организациям, если в каком-то городе формируется новая палата, также моя задача помочь им максимально правильно зародить новую организацию, локальную организацию в городе. Да, интересно и очень важная длительность. Я хотела еще задать такой вопрос на тему твоих любимых проектов, то есть из всего того, чем ты занимался, пока ты был президентом GCI Москва, и когда ты стал президентом GCI Россия, какой твой самый любимый проект из всех, которым ты занимался? Ну, дольше всего, наверное, занимался, можно сказать, флагманских проектов нашей организации, это бизнес-образование, оно бесплатно для всех его участников, то есть мы с 2018 года проводим очень большое количество бесплатных образовательных мероприятий для молодых предпринимателей, большую часть, наверное, все-таки Москва, но и другие регионы тоже в этой программе участвуют, другие регионы, где у нас есть организации, также подключены, проводим мы это вместе с нашими партнерами. Спасибо им за это, которые нас поддерживают, которые помогают, и вместе мы делаем всегда очень большие и достойные мероприятия, ведущие предприниматели, ведущие тренеры выступают на наших мероприятиях, и для молодых предпринимателей это действительно хорошая возможность из первых уст услышать вещи, которые другие люди получали с опытом десятилетнего ведения бизнеса. Ну и вот этот проект, он, наверное, вылился в другой масштабный наш проект, который завершился в сентябре прошлого года, в этом году мы его повторим, мы привели евроазиатский бизнес-форум для участников не только из России, но и из стран Европы и Азии, именно наша российская организация была организатором и идейным вдохновителем этого мероприятия. Оля была директором коммуникации, собственно, незаменимым человеком, на плечах которого была коммуникация со всеми спикерами, а их было более 60 человек. Понимаете, 60 человек со всего мира, из разных часовых поясов, постоянно Оле писали, она была с ними на связи и контролировала, чтобы все прошло по плану, все прошло идеально. Вот мы собрали на сайте в одном моменте более 6 тысяч участников, у нас был синхронный перевод на русский, английский язык, трансляция в Фейсбуке обрала более 27 тысяч просмотров, то есть это такое было масштабное мероприятие, оно шло целый день, два потока, две сцены, русский и английский язык, одновременно синхронный перевод. Вот я думаю, что вот этот проект, наверное, стал таким неким итоговой, ну, может, не итоговой точкой, но каким-то определенным этапом реализации нашего образовательного проекта, и я надеюсь, что Евразийский бизнес-форум, который был в том году онлайн, в этом году пройдет уже в гибридном формате, оффлайн-онлайн, 10-12 сентября в Москве, и мы закрепим за Москвой статус молодежного центра предпринимательства стран Европы и Азии, так что кому интересно присоединяйтесь, скоро начнутся анонсы этого мероприятия, участие в онлайн-формате будет абсолютно бесплатно для всех желающих, это отличная возможность не только послушать интересных спикеров, найти себе партнеров, возможно, не только из России, но и стран Европы и Азии, но в целом участницы всего мира на этом мероприятии присутствовали, так что... Извини, что долго отвечаю, но вот... Нет, это прекрасно. Отвечаю, да, на твой поставленный вопрос, наверное, вот этот проект мой любимый и такой масштабный, чем можно гордиться и что можно развивать и масштабировать в будущем. Ты вот упомянул в бизнес-связи и очень часто люди, которые приходят в GCI, имеют определенные ожидания, в частности, что членство в организации поможет каким-то образом их бизнесу. Как повлияло на тебя членство в GCI, на твое развитие, на твой бизнес? Здесь, я, наверное, отвечу так, что, конечно, GCI – это отличная возможность для развития своего бизнеса, не только если ты его пытаешься развивать в международном масштабе, хотя для этого есть и возможности. Многие приходят в GCI для того, чтобы масштабировать свой бизнес в мир, потому что, опять-таки, 120 стран, в которых потенциально в каждой из них ты можешь через сеть GCI найти себе партнеров, а организация еще чем хороша, что если два человека состоят в организации из разных стран, то изначально все равно большой кредит доверия друг другу. То есть это некий такой залог того, что, скорее всего, человек порядочный, раз он состоит в организации, ему, скорее всего, можно доверять. То есть сразу какой-то новый уровень доверия и открытости в отношениях. Это все верно. Это первое. Вот. А что касается… Сейчас, одну секундочку. А что касается бизнес-возможностей, знаете, здесь вот все зависит от человека. Все зависит от человека. Это, знаете, вступив в организацию, не стоит ожидать, что тебе тут же поляются контакты или возможности. То есть GCI – некий инструмент, а дальше как ты будешь его использовать, зависит от тебя. То есть если ты будешь вовлечен в организацию, сам будешь тратить время, тратить усилия на свое же развитие в организации, то, конечно, ты будешь получать и ответный бенефит. То есть вот лично на моем примере два бизнес-проекта, которые активно развиваю, они зародились именно в GCI, именно с людьми, с которыми я познакомился внутри организации. Таких примеров очень много. Но опять-таки вот известная фраза, что GCI – это не ресторан, где ты платишь и получаешь блюда. Это возможность, инструмент, в том числе для твоего саморазвития. И ты сам должен стремиться, попав в организацию, стремиться развивать свой бизнес, свои возможности. Ну и личные навыки в том числе. А давай еще затронем тему, о которой, возможно, новички не знают. Это конференции. Есть такой в GCI интересный момент. Это наши европейские, азиатские и также мировой конгресс, конференции, где люди собираются, их там несколько тысяч, и это огромная возможность установить, во-первых, контакты, а во-вторых, развлечься, потому что это классные всегда вечеринки, это такие незабываемые вещи. И я помню, кстати, ты был автором той фразы, ты сказал однажды, что невозможно понять, что такое GCI, пока ты не побывал на каком-нибудь крупном мероприятии. Так вот, какая из конференций или из конгрессов мировых запомнилась тебе больше всего? Слушай, ну вообще, я рекомендую всем людям, вступившим в Российскую молодежную палату, обязательно посетить то или иное международное мероприятие, потому что весь масштаб и международные возможности организации чувствуются именно там. Каждый год в мире проходит, ну надо понимать, что каждый день в мире, в той или иной городе или стране проходит какое-либо GCI мероприятие. Но если мы говорим про основные, про глобальные, про те, которые считаются официальной международной организацией, их пять, это четыре конференции европейская, азиатская, африканская, американская, где, собственно, в первую очередь собираются участники из этих стран. Участвовать могут любые, но в первую очередь именно участники из этих стран приезжают. И ключевое мероприятие года, которое очень многие члены GCI ждут, правда, весь год, ждут, планируют, подстраивают свою жизнь под это мероприятие. Это Всемирный конгресс. Это мероприятие, которое собирает порядка 10 тысяч участников со всего мира. Каждый год оно проходит в новой стране, в новом городе. В этом году это будет Йоханнесбург. Скорее всего, будет гибридный формат онлайн и оффлайн по понятным причинам. Но это вот то мероприятие, ради которого участники, можно сказать, работают целый год в организации для того, чтобы туда приехать, чтобы показать свои достижения, чтобы увидеть своих друзей, которые они уже знают или познакомятся с новыми участниками организации, чтобы просто интересно провести время, чтобы послушать интересные выступления, лекции, посетить развлекательные мероприятия, посмотреть город, наконец, в котором проходит мероприятие. Это тоже очень классный момент для любителей путешествовать, когда ты не просто приезжаешь в новый город, а приезжаешь на конференцию, и для тебя город и страна открываются абсолютно с другой стороны. И это правда, я рекомендую каждому посетить, из членов Российской Палаты Книги Европейской, лучше, конечно, Всемирный Конгресс, чтобы полностью прочувствовать дух GCI, дух молодежной дружбы, молодежного объединения, который витает в течение пяти дней, в течение которых, собственно, конференция и проходит. Да, это правда. Спасибо. Так все-таки какая из конференций была твоя самая любимая? Самая любимая? Знаешь, мне все конференции нравились, не было такой конференции, которая бы мне там совсем не понравилась, они все были интересные, классные по-своему, из того, чтобы выделить больше, чем остальное. Ну, наверное, в 2018 год это был конгресс Гоа, и такое некое интересное сочетание пляжного отдыха и деловых костюмов, когда люди после тренинга в пиджаках выходили на пляж, все это снимали и тут же шли плавать. Такой интересный контраст, интересное место, очень много эмоций у меня вызвал этот конгресс, это был, наверное, может быть, потому что в том числе и первый мировой конгресс мой, то есть другие форматы мероприятий я до этого посещал, и европейские, и академии, и много всего, но всемирный конгресс он был первый, наверное, вот он запомнился ярче всего. Вот удивительно, но я проинтервьюировала более 30 человек, и у меня в гостях были и мировые президенты, и генеральные секретари, ну, то есть люди, которые, в принципе, были на мировых конгрессах в качестве и президентов, там, да, и еще, но все почему-то говорят всегда о первом конгрессе, всегда запоминаются самые первые, вот, это очень удивительно, я, в общем-то, думала, что ты скажешь, что Таллинн, когда ты был президентом, но, тем не менее, ты тоже, как и всем, тебе запомнился именно первый, потому что действительно первый раз он впечатляет, ты приезжаешь, и ты осознаешь организацию как и по-новому, понимаешь вообще смысл организации, это правда. Ты знаешь, Гриша, я попросила твоих друзей рассказать мне интересные факты из твоей жизни, чтобы задать тебе неординарный вопрос, и мне рассказали разные вещи абсолютно о том, что ты любишь, и все то, что я о тебе сегодня узнала дополнительно, говорит о том, что ты мыслишь масштабно вне рамок, и любишь ставить и достигать сложные цели. Поводы я тебе сделала из, например, я знаю, что ты любишь, увлекаешься настольным теннисом, несмотря на свой рост, который почти два метра, и это необычно, так как все игроки обычно маленького роста, почему у тебя такой интересный выбор, почему ты выбрал этот спорт? Слушай, ну, я не могу сказать, почему я выбрал этот спорт, но в каком-то возрасте меня друг привел в настольный теннис, это были там первый, второй, третий класс, и мне очень понравилась игра, тогда я еще не выделялся двухметровым ростом, достаточно удобно было играть. Кстати, один из величайших чемпионов по настольному теннису Самсонов из Беларуси, он тоже высокого роста, он больше, чем 190 сантиметров, так что и высокие люди могут добиваться высот каламбур на настольном теннисе. Как-то влюбился в игру и с удовольствием иногда даже поигрываю сейчас. Ну, вот я как раз это в качестве комплимента и привела к примеру, потому что все, что я сегодня узнала, как раз подтверждает то, что я знала ранее, то есть то, что ты любишь ставить большие цели и их достигать. В частности, вообще, как тебе пришла в голову идея сделать евроазиатскую бизнес-конференцию, но ты отчасти уже коснулся этого, да, но опять же, идея была очень масштабная, и довести ее до конца и в сжатые сроки, это, мне кажется, очень крутой пример, и я очень рада, и ребята тоже, о том, что в нашей организации есть ты, на самом деле. мне кажется, яркий пример того, каким должен быть лидер, и я бы хотела у тебя уточнить, каким качеством на твой взгляд должен обладать лидер. Ну, вот, мне кажется, очень важно отличие лидера от начальника, начальника там в компании или где-то еще, и это ярко проявляется в нашей организации, то есть в нашей организации это общественная организация, все участники безвозмездно в нем реализуют проекты, более того, у нас даже есть небольшие членские взносы, то есть люди даже платят за то, что представители нашей организации, небольшая сумма, но тем не менее, вот, и чем отличается, мне кажется, лидер, и вот появляется в таких организациях, как наш, начальник, и что лидер делает так, чтобы люди вокруг него сами с удовольствием состояли в организации и сами чувствовали себя сильными, то есть сами чувствовали себя лидерами, быть начальником проще, ты плачешь людям зарплату, и тебе не важно, что о тебе, ну, чаще всего, не важно, что о тебе думают, и о тебе есть конкретный результат, это финансовая прибыль в твоей компании, а в общественной организации, в объединениях, такой организации, как наша, наоборот, очень важно, чтобы каждый человек чувствовал сопричастность, чтобы каждый человек себя чувствовал комфортно, чтобы он приходил к нам с удовольствием, и каждый, приходя сюда, становился сильнее, и делал сильнее всех окружающих, мне кажется, это вот очень такой, с моей точки зрения, правильно определение лидера, вот, а в ответ хочу сказать, что те мероприятия, эти, тот конгресс, который мы реализовали, это заслуга всей команды, и я в ответ тоже хочу сказать спасибо, потому что, действительно, команда, когда я был президентом, и когда мы делали евразиатский форум, и сейчас команда организаторов, она очень сильная, мощная, сплощенная, это прекрасные люди, которыми мы общаемся не только внутри организации, но которые сопровождают меня в моей жизни как друзья, как коллеги, как партнеры, и вот еще, чем отличается наша организация, то действительно, здесь подбираются вот люди, именно единомышленники, со схожими взглядами на жизнь, ну, как-то вот, токсичных людей организация сама как-то из себя изживает, это как происходит само, а те, кто в организации стоят, действительно, вот люди, на которых можно положиться, с которыми приятно находиться вместе, дружить, работать, реализовывать задуманное. Да, а вот по поводу реализовывать задуманное, какие планы у GCI Россия в ближайшее время, если ты в курсе? Какие проекты? Надо сказать, что та стратегия развитие организации, которая есть в GCI, то, что каждый год новый руководитель и новый там вице-президент и составы Совета директоров, я сейчас, может быть, не так сильно вовлечен в развитие российской организации, потому что у меня есть проекты, евразиатские форумы, европейские советы по развитию, но я, конечно, держу руку на пульсе и знаю обо всех проектах и во многих участвую. Мне кажется, сейчас очень хорошее время для нашей организации, тот рост, который начался несколько лет назад, он продолжается, он стабильный, он хороший, и я думаю, что впереди мы стабильно растем и с точки зрения участников, и с точки зрения проектов, и подтверждение тому, что в том году некоторые наши проекты были замечены на международном уровне, были замечены в тех городах, где у нас отделение, Москва, Санкт-Петербург, нас поддерживают и власти городские, за что им тоже спасибо, и мне кажется, у нас очень хороший сейчас рост организации, если нас смотрит кто-то не состоящий в организации, так что присоединяйтесь к сайт gsi.su. Что касается глобальных целей на несколько лет, одна из задач, которую мы перед собой ставим, это привлечение в Россию всемирного конгресса международного молодежного палата, за всю историю существования организации никогда в России не проходил конгресс, о самом конгрессе мы уже поговорили чуть-чуть ранее, как он проходит, вот такая глобальная задача, наверное, сначала европейский привести конгресс, потом уже всемирный в Россию, чтобы показать нашим иностранным друзьям настоящую страну, потому что, несмотря на то, что, конечно, у нас в организации в целом стоят образованные, активные люди, очень много за всю историю международной организации людей, кто впоследствии остался президентами в своих странах, ведущими предпринимателями, это все-таки выборка лучших лидеров, несмотря на это, все равно в некоторых странах, когда я беседую с партнерами, с друзьями, они до сих пор думают про медведей, баллайки и водку, поэтому хотелось бы привезти их сюда, в Москву, показать, ну, в Россию, показать, насколько современна наша страна и некие стереотипы, конечно, убрать. Да, одним из плюсов больших нашей организации является то, что, когда ты едешь куда-то путешествовать, ну, вперед, когда это было возможно, можно всегда написать, найти на сайте GCICC президента страны или там вокального президента и написать, что я еду к вам в город, и ребята встретят, и часто очень я так путешествовала и в Питер, к нам так приезжали очень много людей, которые писали, что привет, я там проездом в Санкт-Петербурге, покажи мне город, и таким образом мы заводили новых друзей, новые контакты, и каждый раз люди, кстати, кто приезжал в Россию, не меняли свое мнение, у них были, их стереотипы о России рушились, и, конечно, да, Европейский Конгресс, Европейская Конференция либо Мировой Конгресс, проведенный в России, будет знаковым мероприятием, мне кажется. А какие... Ну, я думаю, что мы добьемся возможностей, потому что у нас есть хорошая команда, мне кажется, что у нас все для этого есть, поэтому будем работать над этим, на Евразиатский форум, который также в сентябре пройдет, это вот какая-то первая ступенька к реализации задуманного по привлечению Большого Конгресса. А скажи, а какие твои личные цели, планы, если не секрет, в организации? Как ты, кем ты видишь себя через год, два, три? Ну, если мы говорим о международной организации, мне нравится состоять, мне нравится то, чем я занимаюсь с точки зрения развития в Европейском Совете, участия в Европейском Совете по развитию. Но моя цель как можно больше, наверное, показать Россию в международной организации, и как можно, чтобы наша организация имела, даже не надо как сказать, большую представленность в международной организации. Лично для меня, допустим, это тоже такой некий челлендж, потому что все проходит на английском языке, все общение в международной организации. И на тот момент, когда я попал в Российскую молодежную палату, я практически не говорил на английском, практически, то есть это какие-то навыки начальных классов школы остались в моей памяти, но за 3-4 года активного общения, конечно, я этот навык свой улучшил, но пока, наверное, недостаточно для того, чтобы нужно работать дальше, для того, чтобы достигать больших высот и больших позиций в международной молодежной палате, вот у меня сейчас задача номер один это улучшать свой английский язык. Ну, кстати, в том числе коллегу, который со мной Европейский совет по развитию, он мне порекомендовал прекрасную школу английского языка, и вот даже в этом, в этой своей цели, которую предстоит ставлю, мне помогает GCA. Здорово. Я думаю, у тебя все получится, и на самом деле я была на многих предприятиях GCI, в том числе на официальных тренингах, и очень часто у каждого человека у него есть свой акцент, если это не носитель, если язык ему не родной, поэтому не стоит стесняться, нужно говорить, говорить как есть, как можешь, и тебя все поймут. Это хорошая возможность тех, кто любит путешествовать, тех, кто хочет улучшить свой английский язык, в том числе GCI это хорошая возможность это сделать. Я хочу дать возможность нашим зрителям, которые нас сейчас смотрят, задать вопрос, если кто хочет. Я вижу, что к нам присоединилась GCI Украина, Лена Приходько передает привет и пишет давай субтитры английском. Если получится, то позже. Если у вас есть вопросы, у вас есть шанс их задать, а я бы хотела задать свой традиционный финальный вопрос, который всегда задаю в конце всем гостям, это какое послание ты бы хотел оставить членам организации, что бы ты посоветовал тем, кто нас сейчас смотрит и кто хотел бы оказаться на твоем месте, добиться таких же высок, или что-то сделать грандиозное GCI. Я бы, наверное, дал бы два совета. Первое, что если вы хотите добиться успеха в организации, причем успех это же разное, для кого-то успех это возглавить организацию, для кого-то успех в организации найти своего бизнес-партнера, для кого-то успех в организации найти друзей или вторую половинку, такое тоже достаточно часто происходит, и в международной практике очень много браков, когда молодые девушки и юноши встречаются именно в GCI. Для кого-то успех это научиться публичному выступлению, GCI тоже дает такую возможность. То есть, если вы хотите добиться успеха и закрыть свою цель, каждого она может быть своя, то здесь есть такая пропорция, чем больше вы вкладываетесь в организацию, тем больше она вам отдает. Вложения могут быть временные, усилиями, ресурсами, все что угодно. Путешествуйте, чем больше вы путешествуете на международные мероприятия, тем больше вы тоже получаете отдачу. Это первая такая закономерность, которую я заметил на себе, и которая подтверждена была очень большим количеством людей, с кем мы на тему разговаривали. То есть, нужно быть вовлеченным в организацию, и она, вы получите свое, то, что вы хотите. И она ответит за имностью. Да, да, ответит за имностью, точно. А второе, надо ставить всегда максимальные глобальные задачи. Когда ты ставишь большие цели, во-первых, интересно их реализовывать, и большие цели поставленные также дают тебе большие возможности в тот момент, когда ты их реализовываешь. Вот, наверное, что бы я посоветовал. Потому что, по сути, трудозатраты, временные затраты для того, чтобы реализовать маленький проект, локальный, который там заденет и принесет пользу трем человеком, соизмеримы с временем затратами, трудозатратами, который поможет трехстан людям. Но эффект совсем другой будет. Не бойтесь ставить большие цели, наоборот, к этому стремитесь. Спасибо большое. Андрей Бескинский, сенатор, за этот вопрос. Гриша, расскажи о своем самом необычном опыте путешествий в GCI. Но ты уже рассказывал отчасти, что самый вспоминающийся опыт был на Гуа, когда это был совмещенный бизнес-мероприятие и кэжуал, и пляжный отдых. Может быть, перефразировать и спросить какой-нибудь конкретный момент, который тебе запомнился больше всего, впечатлил, заставил увидеть организацию по-новому? Таких моментов очень много. Если честно, каждая какая-то поездка, если мы говорим про международную организацию, она всегда сопровождается очень большим количеством ярких впечатлений, очень большим, очень большим интересных историй количеством. Все проекты, которые реализуем, мы и в России тоже, если это успешно реализованный большой проект, это огромное количество положительных эмоций и радости от того, что ты смог это сделать. Выделить что-то конкретное сложно на самом деле, но еще раз повторюсь, любая активность масштабная в организации, как в российской, так и международной, это огромное количество позитивных, положительных эмоций и веселых историй, которые потом можно вспоминать всю жизнь. Спасибо за ответ. А у нас поступил еще один вопрос, который лично меня очень радует, я думаю, тебя тоже радует. Андрей Горин спрашивает, Гриша, как открыть новую палату в Пензе, что для этого необходимо? С одной стороны, это все очень просто, но с другой стороны, очень непросто. Потому что открыть новую локальную палату нужно для начала найти единомышленников, инициативную группу, кто готов взять на себя развитие локальной палаты в конкретном городе, в регионе, потому что это не очень просто, и это требует большой вовлеченности. Извиняюсь. То есть начать нужно с этого, начать нужно с поиска людей, кому нравятся миссии ценностей GCI, Российской молодежной палаты, кто хочет продвигать их в новом городе. Дальше формируется некий план активности на полгода, на год, формируется программа как по привлечению новых участников, потому что чтобы работала полноценная локальная организация, в ней должно стоять не менее 25 человек. Иногда на первых порах достаточно сложно найти столько людей, которые готовы безвозмездно вкладывать себя, время, душу в реализацию технических проектов. Нет ничего невозможного. Начать нужно с понимания для чего это делается и с инициативной группы. Наш топовый поклонник Андрей Бескинский задает провокационный вопрос. Самая ценная строчка в кредо GCI для тебя? Наверное, последняя, что служение человечеству лучшая работа на земле. Я с ней полностью согласен и полностью разделяю смысл этой фразы. Спасибо, Григорий. Я очень рада, что в конце наши зрители провели такую активность и начали задавать вопросы. Если есть еще вопросы, вы можете написать в этом чате, Григорий зайдет и ответит, либо позже вы можете написать ему лично. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях по чашке кофе был выдающийся член нашей организации Российской Палаты, президент GCI России 2019 года, директор первой евроазиатской бизнес-конференции 2020 года и советник Европейского Совета по развитию 2021 года. Человек, вдохнувший новую жизнь в нашу организацию, сделавший очень многое для ее развития и узнаваемости в мире за последние несколько лет Григорий Горчаков. Спасибо всем, кто смотрел нас сегодня. Спасибо большое Григори тебе. Я очень надеюсь, что те ребята, которые не смогли присоединиться сегодня, посмотрят нас в записи и это интервью послужит некой настольной книгой и таким must-see для каждого нового триала и нового члена, кто захочет понять чуть лучше наша организация, как она устроена и как мы здесь все взаимодействуем. Спасибо тебе. Очень приятно было сегодня с тобой. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. Всем пока. Пока. Всем хорошего вечера. Пока. Продолжение следует...